МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не помнит. Только имя. Артем. Шла из церкви. Он заговорил о православии чего-то. Я в мыслях была такой, что под впечатлением из церкви. О чем он говорил, я сейчас вам не скажу. И потом он говорил, я говорил, я ничего не помню. Только когда все деньги отдала, домой зашла, и думаю, это что было? Ну вот и все. Чтобы выполнить просьбу мужчины, Надежда Гусева заняла у соседки 30 тысяч рублей. Теперь возвращает ей долг частями. Коротко хочу всем сказать, чтобы в глаза никаким людям не смотреть, ни с кем не разговаривать. Потому что делают это как гипноз. Никогда я не поддавалась гипнозу. Но в этот раз поддалась. И получилось вот так, что сама привела, сама отдала. Однако о гипнозе вести речь, скорее всего, не стоит. Так же, как и о профессиональном психологическом воздействии. Практикующий психолог Роман Едавкин объясняет реакцию женщины на просьбу незнакомца дать ему крупную сумму денег. Он начинает рассказывать свою историю, она испытывает к нему эмпатч. Ну, то есть присоединяется к его чувствам, проще говоря. И помочь ему, это означает помочь себе. Ну, то есть так как человек ведет себя как родной, то помощь ему как родному человеку внутри православного человека, это как бы благо, да, так должно быть, это здорово, прекрасно и так далее. Она ему эту помощь оказала. То, что он оказался мошенником, это, как говорится, история неприятная. В Самаре сотрудники полиции регулярно встречаются с пенсионерами. Именно пожилые люди – основная целевая аудитория мошенников. Полицейские рассказывают о новых схемах, по которым действуют мошенники. В квартиру приходит молодой человек. Говорит, что он представитель некой фирмы и предлагает проверить пластиковые окна на предмет исправности. В его арсенале есть специальный инструмент. Когда потенциальная жертва под каким-либо предлогом отвлекается, мужчина делает одно хитрое незаметное движение. И окно действительно начинает плохо работать. С этого момента начинается развод на деньги. В результате хозяин квартиры за ремонт платит в разы больше, чем это стоит в действительности. Заходит в квартиру, представляется работником, допустим, фирмы такой, которая обслуживает окна, пластиковые окна, значит, для улучшения теплоизоляции и так далее, проводит какие-то манипуляции, там, стоимостью полторы тысячи рублей. На самом деле забирает там 15 и более тысяч рублей, то есть по завышенным ценам. Мошенники стараются проникнуть в квартиру под самыми разными предлогами. Это ремонт и обслуживание любых коммуникаций, находящихся в жилище. Надежда Гусева тоже чуть было не попалась на уловку преступников, но на этот раз проявила смекалку. Газовики приходили, а газовики пришли с удостоверением, с датами, что они из Горгаза. Я только заподозрила то, что у них протокол, который распоряжение по счетчикам, нету печати. И я им говорю, так, а где у вас распоряжение, кто это, как фамилия, туда-сюда. Одна полезла, значит, то счетчик снимать, а второй я стала пытать, а ваше удостоверение. Удостоверение у них, да, газовиков, с печатью, все, фамильное. И когда я им взяла трубку и в Горгаз звонить, они быстренько слиняли. Психологи говорят, что организм человека, который находится в состоянии опасности, испытывает сильный страх, подключает определенного уровня защитной реакции, либо убежать и спрятаться, либо атаковать. Большинство жертв-мошенников атаковать не могут, так как сами не уверены в своих силах. Поэтому они могут либо делать вид, что ничего не происходит, либо подчиняться. Главный смысл какой? Они приходят, сотрудник газовой службы, это серьезный человек, у него есть некоторый авторитет, то есть он ссылается на серьезную организацию. Мы его впускаем в квартиру. Поэтому никаких документов у него соответствующих нет. Оповещение о том, что будет ходить сотрудник газовой службы в этой управляющей компании, можно было и не заметить. Вот. Он уже у меня дома. То есть я уже по-своему жертва. Дальше все, что он мне говорит, я ему уже автоматически доверяю. Тем более, если это, опять же, вопрос опасности, газ – это серьезная угроза, люди в этот момент проявляют достаточно большую битвенность. Как правило, мошенники работают организованными группами. Но доказать их вину в суде непросто. Мы задокументировали такую группу. Единственное, направили в суд, по-моему, один или два эпизода всего. Очень тяжело доказать. Почему? Потому что в суде с адвокатами они приходят, они говорят, мы не ломали, у него было сломано. Вот в юридический момент доказать, что это он сломал, очень тяжело. Чтобы найти мошенников, сотрудники полиции проводят широкий комплекс оперативно-розыскных мероприятий, отсматривают видео с камер наблюдения, установленных на подъездах, опрашивают соседей, составляют психологический портрет преступников. По последнему году, если брать, то это молодые люди, 16-22 возраст примерно у них. Кто-то студентом является, кто-то не занят ничем, кто-то в поиске работает, у кого-то есть подработки, но нет постоянного источника доходов. Вот, это категория. Психологи говорят, что главная защита от всех манипуляций – это здравый смысл. Просто нужно понять, что происходит, разобраться в ситуации, самому задавать вопросы и составлять свой сценарий общения. Что делать и как? Главное помнить – человек сам управляет своими финансами, и он хозяин своего жилья. Никто не может указывать, что с ними делать и как. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова